В очередной раз рада приветствовать всех программистов игр Scratch. И в нашем сегодняшнем уроке из раздела «Фишки и плюшки» мы сделаем умный вывод данных. Сделаем так, чтобы компьютер автоматически подбирал нужную форму в словосочетании и выдавал нам 1 балл, 2 балла, 5 баллов и так далее, чтобы никогда не ошибался. По правде говоря, во многих играх, даже мною любимых, я встречаю такие случаи, когда, например, мне выдается какое-то сообщение, сделай там 22 шагов. Как-то это звучит не по-русски и не очень красиво. А на самом деле реализуется это не так уж и сложно. Хоть на самом деле также это относится к сфере искусственного интеллекта, поскольку мы сейчас научим компьютер русскому языку. Мы будем обучать программу правильно склонять слова в словосочетаниях с единицами измерения. Ну, давай рассмотрим пример. Например, если у нас перед единицей измерения стоит число 1, то мы будем говорить и писать 1 балл или 1 жизнь, или 1 очко, или 1 звезда. Ну и дальше мы уж любые другие единицы измерения придумаем. Точно так же и 1 метр, 1 килограмм, литр и прочее. Если у нас будет число 2, 3 или 4, то мы говорим 2 балла, 3 балла, 4 балла. Или 2 жизни, 3 жизни, 4 жизни. И аналогично 2, 3, 4 очка, 2, 3, 4 звезды. И, наконец, если у нас стоит число 5, 6 и более, то мы говорим 5 баллов, 6 баллов, 7 баллов, 10 баллов, 20 баллов и так далее. Да, и жизнь аналогично, очков аналогично, звезд. Что мы здесь видим? Проанализируем эти словоформы. То есть каждое слово балл, балла и баллов – это так называемая словоформа. В первом случае у нас слово балл – окончание нулевое. То есть его нет. То есть мы берем прямо слово и не меняем его. В втором случае мы должны к нашей основе добавить окончание а. И в третьем случае к основе мы прибавляем окончание ов. Аналогично для слова жизнь, но здесь у нас сначала есть мягкий знак, потом буква и, потом ей. Для слова очко тоже у нас 3 разных окончания. Для слова звезда история несколько иная. Сначала у нас окончание а, потом и, а потом нет окончания, в отличие от того, как это было с баллом. Ну что, сейчас мы попробуем сформулировать правило, по которому будем создавать словоформы для слова балл. На самом деле они вполне очевидны. Итак, мы возьмем переменную основа. Я специально написала латинкой слово основа и зачеркнула его, потому что в программировании принято имена переменных писать по-английски. И вот в онлайн-переводчике я нашла слово stem. Это означает по-английски основа. Будем использовать такую переменную, и ее значение будет равно балл. Когда у нас будет число 1, мы будем просто прибавлять эту основу. Использовать команду слить, если помнишь. Но еще там пробел надо будет добавить, да? Если у нас будет 2, 3 или 4, то мы будем прибавлять основу и букву А. Ну и если 5, 6 и больше, то основу и окончание ОВУ. Ну что, попробуем это реализовать. Перейдем в скретч. Итак, мы в редакторе. И сейчас подумаем, что будем делать. Во-первых, нам необходимо создать переменную для хранения основы. Мы ее назвали stem, так и сделаем. Еще нам необходима переменная, в которой мы будем хранить число. Потому что мы на самом деле делаем фрагмент проекта, который потом будем использовать в других. Например, в этой переменной число у нас будет действительно сохраняться количество баллов. Или количество жизней. Или что-то еще. Количество очков. Мы заранее пока не знаем, но будем считать пока по нашему правилу это количество баллов. И наши две эти переменные разного типа. Число number это числовой тип, а stem основа это строковый тип. Но пока у нас и там, и там число. Давай начнем с инициализации значений переменных. То есть зададим начальное значение. Когда щелкну по флажку. И что нам нужно? Задать number и задать stem. Причем что мы сделаем? Мы пока сделаем number. Нам бы какое? Давай возьмем случайное число. От единицы до, ну, к примеру, 20 пока. Пусть у нас генерируется случайное число. А stem мы договорились, пока рассмотрели правило для слова балл. Поэтому так сюда и пишем балл. Следующее, что нам нужно сделать. Нам теперь нужно реализовать алгоритм. То есть проверить, чему равно наше число, которое попадает в переменную number. И в зависимости от этого значения задать словоформу слова балл. Или балл, или балла, или баллов. То есть три варианта у нас. И сделаем мы это сразу по всем правилам программирования. Возьмем, создадим другой блок. И назовем его словоформа. У этого блока будет, скорее всего, одна переменная. Поскольку универсальная нам, наверное, не получится сделать очень разные все окончания. Мы сделаем пока только для слова балл. Но будем этот блок вызывать с одним параметром, с параметром число. Пусть у нас и будет здесь number. Мы уберем эту единицу. Так нам будет понятно. Итак, мы получаем словаформа для числа. И теперь нам необходимо проверить с помощью конструкции если, а точнее если то иначе, какие мы будем проверять значения. Будем проверять, чему равно число. У нас будет число равно единице. Это один случай. Второй случай. Число у нас будет 2, 3 или 4. То есть от 2 до 3, включительно. Если мы это запишем математически, то у нас получится следующее выражение. Его можно записать вот таким образом. Number больше либо равно 2, но меньше либо равно 3. Вот так записывается во многих языках программирование. Но таким вот одним выражением мы записать не можем. Нам нужна связка и. Кроме всего прочего, вот этот знак в Scratch отсутствует. Поэтому нам придется использовать связку или. Получится, что number у нас будет больше 2 или равно 2. И number меньше 3 или равно 3. Давай соберем это выражение. Итак, у нас есть связка или. И две связки или. Слева и справа. И слева у нас будет число наше number больше или равно 2. Значит, здесь пишем number больше 2 или number равно 2. А с другой стороны у нас нам бы меньше либо равно 3. Вот так. Меньше 3 или равно 3. И теперь мы их соединяем. И теперь мы их соединяем в связку и приклеиваем. Здесь неважно слева или справа. Ну вот, чтобы было удобнее и понятнее. Это запись. Сначала вот этот элемент приклеиваем, а потом уже второй тогда раздвигается. Вот такое вот получилось длинное выражение. Да, мы так размышляем, мы такие неравенства записываем. Но для того, чтобы программа была более оптимальной, чтобы код был красивее, программисты стараются сделать так, чтобы такого рода условия тоже выглядели более компактными. В языках программирования есть знак меньше либо равно, больше либо равно в скретче нет. И мы можем преобразовать это выражение. Каким образом? Мы можем использовать связку не. Что такое связка не? Мы будем отрицать вот это выражение через отрицание. Если у нас число намбо больше либо равно 2, это означает то, что оно не меньше единицы. Значит, мы берем знак меньше намбо единицы. Если число не меньше единицы, автоматически оно больше либо равно 2, если мы говорим о целых числах. Здесь у нас всегда будут целые числа, поэтому нас это вполне устроит. В данном случае мы можем это использовать. И аналогично выражение намбо меньше либо равно 3, мы через связку не, через отрицание можем записать, что не больше 4. Намбо не больше 4. И уже возьмем связку и. На самом деле это тот случай, когда нам не важно и или или, потому что число нам важно, чтобы попало в диапазон. Согласись, так короче и читабельнее. Но пока я этот блок отнесу в сторонку, чтобы было на память. И проверяем. Почему я так долго рассматривала это выражение? Потому что нам имеет смысл сначала говорить о том, какое у нас число, если оно не равно единице. Потому что если оно равно единице, то это будет последний блок иначе. У нас останется та же самая словоформа. Итак, мы проверяем. Если число в диапазоне от 2 до 3 включительно, то нам нужно ввести еще одну переменную, которая будет задавать нам форму слова. Словаформа. Ну и чтобы было по-английски, мы напишем форм от слова форма. Так, и теперь мы будем создавать переменную форму. Если у нас от 2 до 3, прошу прощения, конечно же не до 3, 2, 3 и 4. Здесь я немного ошиблась. Здесь должно быть 4, а здесь должно быть 5. Потому что у нас 2 балла, 3 балла, 4 балла. Это я немного ошиблась, хорошо сейчас подумала. И теперь мы должны собрать по формуле, мы должны к основе добавить букву А. Но еще мы будем собирать это вместе с числом, поэтому у нас будет даже не форма, а словосочетание сразу. И мы используем оператор слить к числу. Мы прибавляем пробел, прибавляем словоформу и окончание А. Поэтому нам необходимо еще один блок слить. Здесь мы пишем пробел. Обязательно нажимаем на пробел. И еще один блок слить, где мы добавляем переменную, значение переменной стелл. И заносим окончание А. По-русски, конечно же, А. У меня английский стоял. Иначе нам сделать необходимо еще одну проверку. И тоже будет если, то иначе. Потому что последний вариант, фактически, будет выполняться это условие. Потому что другие диапазоны входить не будет. У нас уже единица, мы ее отбросили. Здесь у нас наше число будет больше четырех. Number больше четырех. То есть пять, шесть, семь и так далее. И в этом случае мы можем, в принципе, продублировать вот этот блок. Потому что мы собирали тоже число плюс пробел, плюс словоформа и плюс окончание ум. Пять баллов, шесть баллов, семь баллов. И последний случай, иначе. Смотри, мы делаем вложенные проверки обязательно. Потому что это исключающее. Иначе, если у нас будет. И последнее, иначе. Это, собственно, сама форма. То есть мы можем тоже продублировать этот блок. Но здесь нам окончания не надо. Поэтому мы этот кусочек убираем и оставляем только основу. Вот таким вот образом мы получим словоформу. Ну что, надо проверить, что мы сделаем. Мы вызовем этот блок с числом number. И выведем, пусть наш код скажет. Значение переменной формы. Фактически, еще раз повторю, это у нас словосочетание. Ну что, проверяем. 8 баллов. Проверяем число 8. Результат баллов. 4 балла. 10 баллов. 2 балла. 3 балла. Ну и для того, чтобы... Вот 5 балла. Что-то не так. Здесь все-таки не больше 4. Давай еще раз проверим. Внесем сюда число 5. Вот 5 баллов. Внесем 1. 1 балла. Тоже что-то не получилось у меня. Перемудрила я с упрощением наших выражений. И, конечно же, если мы делаем отрицание, число-то меняться не должно. То есть больше либо равно 2. Это не меньше тоже 2. Ну, сейчас должно быть все верно. Проверяем. Ставим 2. Все правильно. 2 балла. 1. Все верно. Ну и так далее. Можно проверить. Я уже проверила. 3, 4, 5, 6. Можно опять же поставить в этот случайно. И играться. Смотреть, что все вроде бы правильно. И хорошо. То есть фактически вот этот блок мы можем использовать. Но мы посчитали до 20. Потом 21. Допустим, будет у нас. Давай случайное число уберем. А, к примеру, у нас будет 21. Как правило, баллов-то больше. И что мы получаем? Тот самый случай, который я встречаю во многих играх. 21 баллов. Это неправильно. Это ошибка. Как ее исправить? Нам необходимо сделать еще некоторое преобразование. Потому что у нас не только при числе, равном единице, будет оставаться форма слова прежней. То есть останется основа для слова балл. Ну, и в том случае, если число заканчивается на единицу. То есть 21 балл. 41 балл. 101 балл. И так далее. Ну, и опять же, 22 будет не баллов. У нас пока баллов. Давай посмотрим. Вот так. Тоже неправильно. Ну, и 23, 24. Легко догадаться. Будет та же ошибка. А должно быть баллов. Значит, мы должны еще поработать с этим числом. Как нам определить, какое число стоит на конце? Какая цифра в конце числа? Нам всего лишь необходимо разделить это число на 10 и узнать остаток. Допустим, у нас есть число 22. Мы его делим на 10. Получаем результат 2 и остаток 2. И уже с этим остатком мы будем производить наши проверки. Но прежде чем мы перейдем к дальнейшему кодированию, усложнению алгоритма, поставь видео на паузу и реализуй алгоритм для получения словосочетаний со словом балл для чисел от 1 до 20, так как только что сделала я. И возвращайся, продолжим работу. Ну что, отлично. Я думаю, что у тебя получилось реализовать этот алгоритм и протестировать правильность его работы. И сейчас мы продолжим. Значит, нам необходимо, мы сказали, вычислять остаток отделения нашего числа на 10 и потом работать с остатком. Значит, мы можем создать переменную остаток. Как же по-английски остаток? На самом деле по-английски есть такое слово, модуло. Это, скорее всего, латинское слово, латынь. Но оно как раз-таки используется как термин остаток отделения. И во многих языках есть даже такой оператор мод от этого слова, который вычисляет остаток отделения. Итак, мы задали нашу переменную, создали. И теперь будем ее вычислять. Итак, сначала нам нужно задать модуло. И выбираем остаток отделения нашего числа на 10. И теперь везде, где у нас здесь написано «набо», нам необходимо сделать, верно поставить модуло. Вот так. Заменяем везде. Здесь все в порядке. Здесь. 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 Надо свернуть. Ну, вроде бы все. Ну что, проверим. Давай, это для 22. Получилось 2 балла. Почему получилось 2 балла? Потому что я торопилась, как обычно. И здесь вместо числа все-таки поставила «набо», модуло, а нам необходимо все-таки здесь оставлять число. То есть проверки мы делаем для переменной модула. И здесь, и здесь. А потом преобразуем словосочетание, используя переменную «набо». Проверяем еще раз. 22 балла. Давай все-таки проверим, чтобы было в порядке и 2 балла. Тоже отлично. 3. Отлично. А 23. Тоже отлично. А 5. А 25. Ну, вроде бы все верно. Насколько я помню, этот алгоритм должен работать. Но если мы сейчас введем число 11, то мы получаем 11 баллов. Точно так же, как мы получаем 1 балл, 21 балл, 31, 40 и так далее. Еще раз введу 11. А 11 у нас должно быть баллов. И прежде чем мы опять усовершенствуем наш алгоритм, поставь, пожалуйста, видео на паузу и сделай те преобразования, которые только что выполнили мы. Я оставлю здесь скрипт, чтобы тебе было куда подсматривать. А потом продолжим. Надеюсь, у тебя все получилось. И теперь мы сделаем следующий шаг. Сделаем так, чтобы у нас все-таки 11, 12, 13, 14 было не балл и балла, а баллов. Значит, что мы должны сделать? Мы сначала должны отсечь эти значения, а потом уже вычислять остаток отделения и остальное делать преобразование. Это можно сделать на самом деле двумя способами. А может и тремя, даже не знаю, надо подумать. Здесь каждый программист может решать задачу любым удобным для него способом. Один способ. Мы сначала проверяем на равенство число 11, 12, 13 и 14. И если нам бы у нас равно одному из этих чисел, мы все остальные преобразования выполнять не будем, а сразу получим нужную нам словоформу и построим нужное словосочетание. Это один способ. Второй способ. Там, где мы получаем, по существу вот здесь, получаем исходную форму балл, мы еще раз проверяем. Если наше уже число не входит в этот диапазон, то мы получим вот такое словосочетание, а иначе вот такое словосочетание. Два способа. Можно выбрать любой, но давай сделаем первый. Итак, у нас будет опять, если то иначе, причем в случае, если мы будем все преобразования делать, а иначе получим сразу словоформу. Нам осталось решить, какое поставить условие. Условие у нас будет следующее. Нам нужно отсечь, какие числа мы сказали. 11, 12, 13, 14, потому что 15 уже подпадает под наши правила, потому что 25 тоже баллов, и 15 тоже баллов. Но 24 балла и 14 баллов. Значит, нам необходимо, чтобы эти преобразования выполнялись для чисел, которые меньше 11 или больше 14. Итак, у нас будет или число, так вываливается, лучше сюда ставить, наше число нам бы меньше 11 или, мы сказали, больше 14. Таким образом, мы отсекаем вот этот диапазон от 11 до 14 включительно. Вот так. А в том случае, если наше число в этот диапазон попадает, фактически это будет у нас иначе, мы должны получить вот эту форму с окончанием OFF. Тоже продублировали блок, и все у нас сейчас, я надеюсь, получится. Ну что, проверяем. Итак, 11 баллов, 21, опять баллов. Почему? Потому что у меня каким-то загадочным образом исчезло здесь нам бы. Давай еще раз. 21 балл. Ну, конечно, для чистоты эксперимента 1 балл. Дальше 12 баллов, 2 балла, 22 балла. Ну, и еще 24 балла, 14 баллов, 4 балла, ну и 25. Ну или 15, начну с 15. 15 у нас уже баллов, и 25, я тоже думаю, что будет баллов. Все верно, мы протестировали, и теперь уже наша фактическая функция, наш другой блок может быть использован в любых других проектах. И в следующей части урока я покажу, как этот блок добавить в свой проект, в котором, допустим, наш персонаж будет, нашему персонажу или игроку будет сообщаться, сколько баллов он заработал. Ну, а сейчас предлагаю тебе реализовать этот алгоритм. И в следующей части урока, и в следующей части урока,